Я понимаю, что Россия идет быстрыми такими темпами к 1937 году. Я это отчетливо вижу. Как специалист по репрессиям 1937 года, а я своими ручками перелопатил сотни тысяч дел в архиве КГБ, когда его открыли, мне это было очень интересно, я понимаю механизм большого террора, все понятно, и знаю историю прекрасно. Я вижу, что Россия идет семимильными шагами к большому террору 1937 года. Причем, смотрите, как все обострилось сейчас, привязались к ЛГБТ. И вообще, вы видели этот скандал, слышали скандал с голой вечеринкой, когда у блогера Насти Ивлеевой засветились не совсем одетыми Киркоров, Лолита, Билан, Собчак, еще ряд людей. С каким озверением на этих поборников СВО, так называемые, они же все фанаты СВО, ну кроме Собчак может, там молчаливо поддерживают. Собчак просто похитрее. Похитрее, молчаливо поддерживают, да. А эти активно поддерживают. Да не молчаливо, а поддерживают. Да, поддерживают, конечно. С каким остерленением на них набросились? Что происходит? Почему так набросились на ЛГБТ и в частности на участников голой вечеринки? Ну, послушайте. Просто вот как бы существует такое ошибочное мнение, что вот Путину абсолютно наплевать. Вот вообще, ну то есть он, естественно, что его там изберут, 99% проголосуют, а где-то и 100 в каких-то независимых абсолютно республиках. Но это одно другому не мешает, понимаете? Это не выборы. Это не выборы. Это вот такая кампания по объединению вокруг лидера. И, собственно, надо понимать, что, может быть, Путину, вот абсолютно наплевать, я даже не уверен, что он вообще про это знает. Может быть, он узнает, когда Собчак к нему придет, будет плакать и скажет, вот, ну, пожалуйста, меня как-нибудь там это. Можно? Дядя Вова. Ну, конечно, он скажет, там, вот можно меня как-нибудь вычеркнуть из списков, которые там это подали уже куда-то. А вот, собственно, окружение, ну, тот же Кириенко там занимается этими вещами. То есть очень много людей, да, и, собственно, они одержимы этой историей. При том, что, поверьте, что ровно все то же самое происходит с ними. Они на этих вечеринках с удовольствием, только просто эти вечеринки, ну, вот, не в клубах, а они вот в других клубах, там, где-нибудь на Рублевке и там и так далее. Все что угодно, пожалуйста. Просто там нет фокографов. И много среди руководства России? Ну, опять же, мы это знаем только по открытым каким-то там источникам, по журналистским там всяким, скажем, обвинениям, даже не расследованием, обвинениям и так далее. Но, то есть, похоже, что да. Но говорят, что и Путин там что-то, какой-то нетрадиционный парень. Ну, мне это неизвестно. У меня такой информации нет. Но отрицать и вот просто исключать этого я бы не стал. Так, и вот понятно, что они ведут двойную жизнь, верхушка кремлевская, да, и набросились на ЛГБТ. Ну, да. То есть, как бы, понимаете, здесь я понимаю логику, да, то есть, вот почему это происходит. Почему? Две, как бы, две таких составляющих. То есть, первое, что да, надо понравиться народу. То есть, мы же народ посылаем куда? На смерть. А тут, как бы, такая публичная история. То есть, вот распиарили, вот и так далее, там, бриллианты и прочее. То есть, типа, это же вот, как бы, они же наши. И тем более, вот там этого мальчика, который поёт, зигует и поёт эти песни... Шаман. Вот, да, Шаман. Его там не было, как я понимаю. То есть, в общем, а его вполне... Хотя он тоже из них, судя по всему. Допускаю, вообще, это легко. Но я имею в виду, что его конкретно там не было. А на сегодняшний день он заменит и Людмилу Зыкину, и Кобзона. То есть, в принципе, вот эти ребята из прошлой жизни, да, там, они, в общем, ну, не особо интересны. И я вам скажу, что вот эти все голубые огоньки, это, в общем, всё-таки прерогатива, там, ну, не знаю, каких-то там пожилых советских людей, которые их там смотрят. Поверьте, что большая часть Российской Федерации, она вот увлечена всё-таки войной с Украиной, а не просмотром голубых огоньков. И, собственно, их, что называется, не жалко. Их можно в расход. И, более того, это же такая показательная порка. И народ в восторге, потому что это же вот навилы, навилы. То есть, это просто кого? То есть, ну, периодически Путин и его окружение это делают. Вы же помните, Улюкаев там и так далее. То есть, опять же, кто-то понимает, чем там какой-то Улюкаев, каком-то экономикой, чем он там занимается. Он же занимается качеством нашей жизни. А его раз в тюрьму посадили, нам уже теплее, нам уже лучше. И народ в восторге. Говорит, вот Путин-то какой справедливый, а? Молодец. Вот он не жалеет никого. Там уволили кого-нибудь, ещё кого-то. Он сейчас там Абызову 12 лет дали. Кто такой? Министр какого-то открытого правительства. Кто про это правительство? Министр. Министру дали 12 лет. Нет, перед законом все равны. Всё замечательно. А тут ещё существует некий клан этих ребят, которые живут старой жизнью. Ещё друг с другом? Ну, конечно. То есть, тут война, а мы тут вроде как бы... Да вы, пожалуйста, у себя в апартаментах на Рублёвке упражняйтесь. Ну, зачем вы пригласили? То есть, поверьте, что история про то, что... Я уже где-то там прочитал, что там это была провокация, чуть ли там не НКВД им там подсунуло и так далее. Ну, поверьте, что вот просто удобный случай. То есть, обыгрывается любая история. И они никому не нужны. То есть, собственно, это очень выигрышная позиция в период войны. И это даже не зависит... Разменяют, да? Разменяют. Ну, конечно, конечно, конечно. Конечно. Что интересно, вот эти гомосексуальные настроения, они же сильны в верхушке Русской Православной Церкви. И сам патриарх Кирилл, говорят, тоже лидер этого движения. Что вообще сейчас вот Русская Православная Церковь, чем она занимается, кроме прославления войны? Чем он занимается? Ну, я вам скажу, что у нас специалист по Русской Православной Церкви – это Андрей Кураев. Вот он как-то, да, он может там в глубине как-то это всё понимает. Но я... У меня много очень знакомых. В основном это какие-то монахи простые, которые там плохо про это понимают. Но что-то где-то как-то слышат и так далее. Я допускаю, что... Вернее, не то, что я допускаю. Я знаю, что Кирилл лоббирует людей, да, вот, которые принадлежат к так называемому вот этому голубому лобби в церкви и так далее. Почему? Потому что эти люди зависят от него. Я не знаю, как он лично к ним относится, но просто это удобный материал. Понимаете, Кирилл – это вот, собственно, это человек, ну, нормальный такой агент КГБ, разведчик, который был в Швейцарии, там, любил кататься на лыжах и так далее. То есть, замечательно жил при Советском Союзе, никто его... Пастер Шлаг. Пастер Шлаг, да, но катался он гораздо лучше. Вот. И лыжи у него были другие. Вот. Подороже. Подороже, подороже, подороже. Да, и в этом смысле у него всё в порядке было всегда. Поэтому, то есть, если брать срез такой, то есть, конечно, в РПЦ, есть замечательные люди, настоящие молитвенники, священники, там, где-то в монастырях. В основном, конечно, при руководстве Кирилла, ну, их в основном разогнали по каким-то далёким приходам, куда-то там раскидали. И, собственно, эти люди, вы понимаете, вы же их никогда не увидите. Где вы их хотите увидеть? По телевизору? Они в келье на службе, в келье на службе, послушание на службу. То есть, вы их не увидите никогда. А вот, кого мы видим, это люди, да, это люди, кому разрешает Кирилл, собственно, там выступать и так далее, члены Синода, которые, кстати, уже там совсем престарелые. И Кирилл, в общем, рукополагал огромное количество молодых епископов, среди которых даже я знаю одного, знаю не лично, но как-то там в прошлой жизни столкнулся. Короче говоря, хотел его патриарх Алексей Второй выкинуть из церкви за его гомосексуальные отношения. Так он сейчас там архиепископ и так далее. То есть, есть подтверждение живое, что в этом смысле, да, Кирилл как-то поощряет это. Вопрос, зачем он это делает, я не могу вам ответить. Ну, скорее всего, из личной такой вот заинтересованности. Любит красоту. Ну, я думаю, что все гораздо прагматичнее. Кирилл понимает, что при сегодняшней власти достаточно одного звонка, чтобы он случайно приболел и сенот собрался на, вернее, не сенот, а епископы собрались на выборы нового патриарха. Кстати, почему количество епархий увеличилось там в три раза? Потому что голосуют епископы, понимаете, да? То есть, а эти епископы, они ему крайне благодарны. Откуда он их взял? Ниоткуда. И в среднем, я думаю, что на сегодняшний день, если раньше это были еще с советских времен епископы, которым там было под 80, сегодня эти от 28 до, я не знаю, до 40. То есть, это молодые люди, у которых все впереди, и которым есть что терять. И, собственно, это такая... Пусть Кирилл на них не надеется. Они будут голосовать так, как им скажет партийное руководство. Ну, я бы так тоже не сказал, потому что, знаете, когда, я не знаю точно, но я думаю, сегодня там 300-350, может быть, 400 епископов в России. Какое там им руководство? Им руководство Кирилл. Поэтому, собственно, большой вопрос. Тем более, голосование тайное. Поэтому, так сказать, кто-то им что скажет, мы не знаем. Но если бы это было, как раньше, там, я не знаю, 30 епископов, это я бы допустил такую историю. Но когда 300, это немножко по-другому все работает. То есть, Кирилл перестраховывается, чтобы его не обменяли там на кого-то. А претендентов много. Поэтому и возраст, и все остальное, и прочее. Но сегодня, что сказать можно? То есть, вот верхушка, то есть, скажем так, патриархия, это, конечно, идеологический отдел администрации президента. Никаких сомнений быть не может. Но это не исключает того, что есть замечательные священники, подвижники настоящие, благочестия, которые просто, да, находятся в русско-православной церкви. И надо понимать, что они очень мало понимают про то, что происходит. Телевизор они не смотрят. Лично с Кириллом они тоже не общаются. И епископа, может, один раз в жизни когда-нибудь видели. Подвижники от слова их подвинули. Ну, нет. Я считаю, что от слова подвиг, от слова подвизаться. То есть, которые действительно живут жизнью. Я знаю таких людей, которые просто вот, ну, живут настоящей монашеской жизнью. Просто спасаются, понимаете. Дело в том, что люди пришли в церковь, то есть, большая часть людей пришла в церковь спасаться. То есть, как бы спасаться, ну, войти в жизнь вечную. Но дело в том, что это же не так выглядит в церкви, что вот ты там живешь, живешь, живешь. А потом в последнюю... Это вот тоже такая советско-российская история, что вот типа там ты грешишь, не грешишь, это неважно. Главное успеть потом в последнюю секунду покаяться, типа. И тогда ты вот потом в райские кущи и так далее. Дело в том, что кто с Господом в жизни сегодняшней, он может надеяться на то, что он и будет в жизни вечной. А совершенно не так, как представляет, собственно, патриархия. Раз грешим, век каемся. Ну, может быть так. Сергей Викторович, я благодарен вам за обстоятельнейшее интервью. Мне безумно интересно с вами всегда. Вот кажется, проговорили все. Вот наше первое интервью, там сколько, часа четыре, наверное, или пять, или шесть, я уже не помню. Которое посмотрело 20... До войны. До войны, да. Которое посмотрело 20 с чем-то миллионов человек. Чтобы вы понимали, 20 с чем-то миллионов человек. Очень много, да. Я часто меня люди просто где-то встречают, говорят, а вы такой-то, такой-то. Мы вот смотрели ваши интервью, это просто повсеместно. Да, вот казалось бы, казалось бы, столько тем проговорили, но я абсолютно уверен, осталось еще намного интервью вперед. Тем более, что жизнь подбрасывает новые темы. И вы знаете, напоследок я бы хотел вас спросить. Вот начался Новый год. Все-таки, ну, каждый связывает с ним надежды. Как вы думаете, хотя вы не пророк, не ясновидящий, тем не менее, вот что будет в этом году, как вам кажется? Ну, я надеюсь, надеюсь, что все-таки консолидируется украинское общество, руководство. Я не знаю, будут ли какие-то там перестановки и так далее, но так, как сегодня это выглядит, оно вот не работает. Это 100%. То есть что-то должно поменяться. Очень серьезно. Очень серьезно. То есть вы не можете внутри конфликтовать и так далее, и в это время набирать там полмиллиона человек резервистов и отправлять их на фронт. То есть я надеюсь, то есть по сути Украина по духу единственная сегодня страна, которая вот обязана, должна быть объединена против, даже не вокруг, не вокруг лидера, не вокруг своего президента и так далее, которого, кстати, избрали там совершенно за облачным большинством голосов. И я скажу, что президент оправдал доверие своих избирателей. Но самое важное сегодня, вот прекратить эти внутренние склоки. И огромное количество людей, которые пытаются, поверьте, Россия, тот же Патрушев, и огромное количество сотрудников всяких там секретных специальных служб, пытаются вбить клин в украинское общество. И это тоже война, это тоже война. Надо понимать, что война, она не только в окопах. Вот война здесь доказать всем, всему миру, мы едины, мы понимаем наши цели. Есть у каждого свои обязанности. То есть руководство страны обязано донести до украинцев, что же все-таки мы хотим. Вот мы боремся там, чтобы Россия ушла на границы 1991 года, или мы за что-то все-таки такое глобальное боремся. Вот мы, знаете, был такой, кстати, преснопамятный священник, которого он был проповедником, его убили мусульмане. Собственно, наш современник, Даниил Сысоев. Он, знаете, он говорил такую вещь. Он очень часто работал с молодежью, он был таким миссионером. И однажды, я помню, он говорил такую вещь. Он встречался с студентами университета. И он говорил, вот что вы считаете, вот что самое главное в нашей жизни? Они говорили, вот чтобы государство там, чтобы вот все хорошо было, ну вот чтобы жили люди хорошо. А он говорит, а как вы думаете, вот что важнее, государство или жизнь для одного человека? Они говорят, ну конечно государство. Конечно же государство. Но это же государство, потому что это на будущее. Это наши дети. А он говорит, а посмотрите в историю. Вот сколько государств прекратило свое существование? Сколько раз менялись границы? Сколько что? А человек, родившись, родившись, он родился в вечность. То есть с ним уже ничего не произойдет. С ним может только произойти либо хорошее, либо плохое. И он говорит, что подумайте о том, что жизнь одного человека гораздо важнее границ, гораздо важнее жизни государства. И вообще государств никаких не существует. Существует Богом сданная земля, на которой есть люди, которых Господь создал в вечность. Поэтому, на мой взгляд, это очень актуально на сегодняшний день. Сергей Викторович, спасибо. С Новым годом. Спасибо. С Новым годом. С Рождеством. И будем надеяться все-таки, что этот год подарит нам какие-то успехи. Даже не украинской армии, а украинского народа. И я очень в это верю. Очень в это верю. Потому что я могу все-таки сравнить российское общество и украинское. Поэтому дай Бог, чтобы Господь как-то помог и вразумил власть придержащих, примирил, и чтобы этот год прошел все-таки под знаком успехов, побед, и в том числе побед моральных и побед духа. Продолжение следует.